я доброго времени суток не знаю что у вас там вечер обед утро тем не менее я вас приветствую мир вашему дому и такое вот название я пошутил конечно что будет молитва за пробуждение пробужденцев я просто хочу немножко сегодня чуть-чуть прям поразмышлять знаете в очередной раз сейчас захожу на youtube что-то сделать и мне появляется опять очередной пробужденец и вот ну просто умеет мальчик говорить и такой наученный и пробуждение это просто нужно понять что ты если ты поймешь что ты и вот она это раз 5-6 сказал что ты вообще может быть кто ты может быть кто ты он потом начинает говорить но это тот кто есть обида это вот это в тебе живет какой-то знаете он понял как нужно пробудиться то есть мы читаем вообще разные библии чтобы по а во первых во первых знаете хочется ну реально чтобы молиться за пробуждение пробужденцев чтобы они пробудились загорелись поняли что евангелие это огненная колесница с огненным всадником вот тогда идет пробуждение когда огонь святого духа начинает двигаться по земле это не тогда когда люди на земле смирились что есть христиане собираются где-то в своих колуарах за ширмами за шторами ну клуб по интересам какой-то до называют их сектантами а они там друг друга пробуждают есть человек который стоит вверху который все это организовал пробужденцев и пророков в каждом городе в разных городах организовал они сделали youtube и они там собираются собраниями и один человек это все конкретно контролируют для чего но у меня вопрос знаете у меня вот вот мне до фонаря часть ними будет когда придет иисус иисус горит все гряду скоро и даже дам каждому по делам руки воздам каждому по делам руки его мне вот я честно говорю мне до них до фонаря но я просто переживаю за каждого человека который это слушает теряя свое время когда нужно слушать сегодня господа своего напрямую посредством святого духа я вот о чем рачу чтобы людям объяснить смотрите ну если касательно библии тот момент когда иисус воскрес и в третий раз является после того как он воскрес третий раз является ученикам а ученики нет чтобы опять ходить и людям рассказывать они рыбу ловят да ну слава богу хоть не пророчат и не не молятся за пробуждение дописать они в корабле собрались там на своем этом что у них там была лодка это собрались ученики и сидят в лодке за пробуждение молятся на не просто иисус задает когда они с этой лодки сошли иисус им приготовил покушать на берегу и он петру говорит любишь ты меня или нет он да люблю паси я агнцев паси овец моих паси говорит людей мы иди иди служи людям имеет ввиду три раза спросил но суть в чем петр задает вопрос иисусу когда они уже уходили петр говорит а что будет с ианом вот с ним с любимчиком это был любимый любимый ученик и ан был любимый ученик иисуса христа иисус ему просто чего что тебе до того жив он будет мертвым вы даже если тебе скажу что он будет жив что тебе до того ты следуй за мной я следую сейчас за иисусом понимаете мне просто до фонаря если нужно будет обличить если я задам вопрос я же не остановился на максиме филатове если кто-то подумал у меня будет вопрос какому-то служителю я его задам если он мне не ответит я буду говорить про него а у меня поверьте знаете какой момент и вам сегодня расскажу я вам отдам сегодня братья кстати отдам одну вещь помните давид сидит в пещере со своей группой своих близких людей и в это время саул по нужде заходит в пещеру вот как господь делает такую ситуацию это дерзновенный давид казалось бы дождись пока он там опорожнится и уйдет я уверен что ребята ему предлагали давай мы сейчас его ну саула уничтожим и все ты же царем будешь нет давид дерзновение имеет подкрасться к саулу пока тот по нужде своей ходит он отрезает кусочек одежды и потом когда выходит на свет тот выходит из пещеры и давид след за ним на свет выходит и показывает всем во все увидения вот эти кусочки которые у вас сейчас есть я про что у меня и и у моих братьев в других городах есть кусочки одежда таких саулов вот этих дерзких которые все время что-то хотят доказать которые всех хотят унизить которые говорят если ты сейчас уйдешь ты будешь проклят но много моментов и я когда вот по церквях буду говорить о дерзновении вам расскажу так вот сегодня есть кусочки этих одежд и держите в тот момент когда свет начнет проливаться когда на свет будет выходить будем показывать вот эти кусочки одежда а сейчас мне до них до фонаря меня сегодня волнует куда идут люди которые сегодня во всех городах где только не был задают мне вопросы каждый день вот санкт-петербурге каждый день сегодня еще было несколько человек каждый день бог дает людей и все на одном уровне какое пробуждение вы о чем пробуждение будет знаете когда пробудятся христиане по-настоящему и выйдут в мир выйдут в люди и люди увидят что это христовы вышли дерзновенные конечно все сделать так что это бы чтобы это было законопослушно чтобы никак не помню не попасть под какие-то там ну понимаете да собрались там не собрались то есть есть же всякие моменты что запрещено обсудили сделали все красиво вы знаете вам расскажу один пример я я сегодня коротко сейчас 6 минут буквально еще три-четыре минуты и все я хожу в церковь в красном селе ну это было несколько лет назад знаете однажды приезжая там на план на площади стоит сцена я думаю вот бы здесь поиграть на этой сцене про иисуса попеть плакат какой-нибудь повешать и перед следующим служением мне был сон господь будет вы должны евангелизировать в красном селе я подошел пастору говорю вот так-то так-то и у меня есть дерзновение и господь подтверждает он говорит ну будем молиться знаете сколько прошло прошло два года прошло два года вот так люди не знают да не мы посидим почему я знаю почему не идут и не делают а удобнее сидеть своих клубах по интересам то есть я еще раз объясняю кто-то сверху собрал пробужденцев создал им при ну увидел что у них каналы почему я вам говорю мне лично предлагали канал переделать на пробуждение и на пророчество только я сказал я в эти игрушки не играю все мои пророчества про ну то что я видел как провидец я сказал все состоялось все что сейчас происходит и военные действия я все им говорил они надо мной хохотали и то же самое было с моими братьями которые сейчас других городах так вот меня сегодня знаете интересно мне хочется прям молиться молиться и в пост пойти за пробуждение пробужденцев чтобы они взяли библию и поняли что а ну если они имеют ввиду пробуждение вообще на земле ну вот тогда им нужна библия тогда им нужно понять что без духа святого и без того что ли пока христиан не увидят на земле ничего не произойдет вообще ничего не произойдет а если они хотят дальше собираться господа пробужденцы и пророки если вы собираетесь даже так сами себе там пророчите сами себя пробуждать но тогда у меня к вам вопросов нет да если будут вопросы я их задам я позвоню напишу свяжусь и если вы мне не ответите я вынужден буду говорить тогда вот так ну вот 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 друзья кто меня знает кто не знает делитесь теми людьми кто меня еще не знает вам нужно конкретно нужен каждому из нас нужен дух святой на этой земле вам нужно идти в собрание нужно идти к богу какую церковь ты хочешь идти это твое личное право хочешь православие и не хочешь протестантизм и ки хоть куда хочешь я хочу пойду в православие за и буду в православии но сам буду ночную молитву ездить допустим прославлять с протестантами то есть я свободен своих движениях а и знаете что хочу оставить мне тут один человек написал немножко меня хотел обличить но я ему ответил как есть смотрите он не спрашивает да почему ты ходишь православные храмы потому что почему то и там и там и там я слушайте я со всеми я общаюсь и с баптистами и с католиками и с православными я общаюсь со всеми знаете кто такой патрик святой патрик посмотрите это не то чтобы собраться и пить пиво святой патрик и крест у него даже был у меня крест как у святого патрика крест и круг то есть это христианство и язычество христианство и язычество вместе но он соединял всех для того чтобы говорить об иисусе христе о святом духе и в этот момент люди люди пробуждаются после того когда им рассказывают о святом духе я вижу это не меняются вот это пробуждение а то что мы там собираемся в калуарах зашел за ширмами за шторами и пасем сами себя и пасем друг друга интересная мне заставочка есть я я вам сейчас поставлю маленькое видео сзади то сейчас вспомнил все вспомнил вот именно вот так вот пастор пасет своих овец знаете как и не себе и не другим и с другими не общайся и никуда не убегай вот он я тебя везу как хочу так с тобой поступаю а также сегодня все пробужденцы их собрал я вам серьезно говоря собрал один человек это все организовал но может с кем-то еще это оговорил все они это промолили видимо очень интересные моменты не знаете все я уже заканчиваю недавно смотрел как анселл моду бука благословлял евгению пронкину и лёшу пронкина кто не знает это лёша пронкин который потом уже был епископом множество множество церквей и как его благословлял моду бука ли что говорил и что произошло а получилось так что человек сошел с колеи человек не просто знаете праведник упадет 7 раз и встанет это не то я вот заинтересовался кто такой моду бука что он вот так вот и все что он говорил давайте я эту тему подниму на днях и у меня есть это видео где их благословляли и знаете пойдем он говорит уже не сказал ты дочь моя у меня ваша фотография дома там у него где-то в африке там или где я не ливну не разбирался но суть то в том что он и много лет назад пророчил благословлял и пророчил у ее и какие вещи и что иисус их никогда не бросит а сегодня происходит то что происходит ладно мы в эту тему пойдем отдельно ну что ж пробужденцы я передаю вам привет если вы будете делиться это будет замечательно друг брат сестра кто сейчас меня смотрит я приветствую тебя и прошу тебя поделись этим видео делитесь на самом деле люди должны слышать что происходит вообще сейчас и воскресенье буду говорить о церквях и я коснусь опять святого духа обязательно кусочек уже это расскажу как я ознакомился со святым духом и так далее будьте благословенны мир вашему дому аминь и и и и и и и и и